История этого детского сада началась в 1961 году. Тогда это было небольшое здание на четыре группы, а в 1984 руководителем детского сада была назначена Татьяна Ковшевая. Именно она занялась разработкой нового проекта детского сада. И в 1991 году появилось новое здание на 13 групп. Своими воспоминаниями на праздники поделились одни из первых руководителей детского сада Теремок. Помните, как мы в голодное время 10 лет подряд шили своими руками на выпуск игрушки? Все освобождались только дворники и кухни. Им было не до того. А все остальные, начиная с меня и заканчивая последним, кто по штату у нас, все шили игрушки. На праздничном мероприятии воспитатели Теремка наградили почетными грамотами и благодарностями. Отдельное спасибо педагогам, ветеранам, родителям и всем, кто помогает о развитии детского сада, прозвучало от заведующей Ирины Бирюковой. Спасибо вам, уважаемые коллеги теремковцы, которые присутствуют здесь. Спасибо вам за труд, спасибо вам за талант, за творчество, за негасимую энергию, за все то, что мы творим каждый день. Теремок – детский сад комбинированного вида. Здесь помогают не только развиваться, но и укреплять свое здоровье. В детском саду с детьми занимается логопед, психолог и инструктор по физическому воспитанию. В здании садика есть спортзал и бассейн. Большое внимание уделяют и музыкально-эстетическому развитию детей. И танцуем, и поем, и слушаем музыку, и играем музыкальные игры. Очень много музыки слушаем. Абсолютно все группы, начиная с первой и младшей группы до подготовительной группы. Мы очень много на конкурсах участвуем, акции, которые город проводит, фестивалях. Помимо всего, в садике есть и застудия, где дети рисуют и мастерят поделки, которые потом хранятся в музее Теремка. Но главная особенность садика, как отмечают руководители, это особая атмосфера, в которой растут дети. Детки играют все с друзьями. Мы с детьми делаем для мамы цветочки. Детки играют все с друзьями. Мы с детьми делаем для мамы цветочки. Сейчас в детском саду 318 воспитанников. С ними занимаются педагоги высшей и первой категории. В целях этого года – развить в детском саду музейную педагогику. В каждой группе свой тематический музей. Здесь будут хранить долгую историю детского сада.